Здравствуйте! Эфир телеканала СКАД продолжает новости СТВ. В студии Екатерина Алексеева. Начинаем с главного. В Самаре в очередной раз рухнула стена многоквартирного жилого дома. На этот раз в список добавилась двухэтажка на улице Галактионовская. ЧП произошло около шести утра в четверг. В момент обрушения в здании находилось четыре человека. К счастью, обошлось без пострадавших. С момента событий наш корреспондент. Жители сразу нескольких домов под номером 84 по улице Галактионовская утром четверга разбудил сильный грохот. Шум здесь не редкость, рассказывает жительница соседней двухэтажки Надежда Корнова. Но такого еще не было. Проснулась, не поняла, а что это такое? Ну, где-то в шесть утра, наверное. Грохнул, что-то у нас всегда что-нибудь грохочет. То трамваи, то машины ездят. А вот жители аварийного дома поняли сразу. Стена, которая долгое время держалась на одном только честном слове, все-таки не выдержала. Кирпичная кладка просто рухнула вниз. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло обрушение несущей стены на общей площади 120 квадратных метров. На момент обрушения в доме находилось четыре человека, которые самостоятельно вышли из дома. Угроза обрушения оставшейся части стены существует. Работы продолжаются. За последние полгода в Самаре это уже второй подобный случай. Напомним, в сентябре 2020-го здесь же на улице Галактионовская рухнула стена 153-го дома. Эти кадры корреспондентами нашей программы «Дежурный по городу» были сняты в декабре прошлого года. Еще тогда жители 84-го дома жаловались, как будто сидят на бочке с порохом. Дом буквально трещал по швам. Здание было построено еще в 1909 году. И ни разу здесь не было ни одного серьезного ремонта. Обслуживающие организации лишь разводили руками. А так выглядела квартира Нины Пазухиной. Казалось бы, чисто уютно. Да вот щели в стене сантиметров по 10. И с каждым днем они становились все больше. Вот так эти комнаты выглядят сейчас. Люди даже не успели забрать необходимые вещи. В квартиры их просто не пускают из-за опасности дальнейшего обрушения. Сразу после ЧП районные власти предоставили жителям автобус, чтобы они могли согреться. А вот что делать дальше, пока непонятно. В августе прошлого года дом был признан аварийным. Здесь прописано 22 человека. Людям предложили жилье из маневренного фонда в поселке Озерный. Но переехать туда готовы далеко не все. А у меня сын отказался. Не надо. Говорит, мама, я знаю, что там за квартира. Мне надо ходить туда. Вот и все. Во-первых, у меня болезнь. Болею я. Болезнь Паркинсона. Оттуда я должна сюда ездить к врачу. Это как это так? Мне не 25 лет, а 66. Тяжело, конечно, ездить оттуда. На сегодняшний день некоторые просто остались без жилья. Им некуда идти. Люди очень надеются, что городские власти не оставят их один на один с этой серьезной проблемой. Но придется искать компромисс. Но все же самое главное, что в результате ЧП никто не пострадал. На месте работали порядка 40 спасателей. Сейчас их задача ликвидировать последствия и спасти еще несколько постояльцев, о которых в суматохе просто забыли. Павел Баймаков, Олег Галочкин, Сергей Ставцев, СТВ В Самаре 19 марта ограничат движение по улице Советской Армии. Начиная с 8 утра пятницы сузят проезжую часть по нечетной стороне улицы в районе дома номер 237. Работы на этом участке будут вестись вплоть до июля. Ограничения вводятся из-за продолжающейся реконструкции улицы Новосадовой, в ходе которой на пересечении одной из главных магистралей города с улицы Советской Армии построят двухуровневую транспортную развязку. Напомню, работы на территории начались в феврале. Уже перекрыты дублеры Новосадовой. Ведется переустройство инженерных сетей. Саму же улицу закроют в июле 2021 года, когда можно будет переключить движение на новый дублер от улицы Советской Армии до улицы Шверника. Реконструкция Новосадовой будет завершена до конца 2023 года. Горожан просят отнестись с пониманием к вынужденной мере и заранее продумывать маршруты объезда. Неприятный запах, сырость и затопленный подвал с такими проблемами столкнулись жители 119 дома по улице Волгина. На их обращение коммунальщики просто не реагируют, ссылаясь на сильную загруженность. Об очередной коммунальной беде жизни самарцев в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Нечистоты буквально захватывают дом. Ступенька за ступенькой скрываются под водой. С каждым днем ее становится все больше, говорят жители. Если фекалии начнут затапливать подъезд, начнется антисанитария. Неприятный запах уже давно поселился в подъезде и в квартирах. Дышать невозможно. Весь запах наверх идет к нам, и тут нечего дышать. Ужас. Дверь как открыли утром. Открываем, проветриваем. Чуть не задохнулись. Уж открыли везде форточки в подъезде, потому что невозможно. С этой проблемой жители сталкиваются регулярно. Колодцы постоянно переполняются, а прочистить их, как выяснилось, некому. Коммунальные службы, которые обязаны следить за ситуацией, ссылаются на сильную занятость. Канализационный коллектор забит по улице, и подпор воды пошел в подвал. Заявку сделали в управляющую компанию. Они переслали заявку в водоканал. Водоканал сказал, что у них заявок. С первого числа еще не оприходованы заявки. И никто не едет. Третьи сутки вода течет. И это не единственная проблема жителей пятиэтажки. Вот это каждый год творится. Каждый год делать в квартире ремонт уже стало традицией, рассказывает Антонина Садова. Она живет на пятом этаже, и как только на крыше начинает таять снег, вся вода течет прямиком в ее квартиру. В итоге в потолке появляются разводы, а обои отваливаются. Очень сильно течет. Тряпками собирала. И мало того еще, ну я уж ванну с кухни не буду показывать, там панельки, я их помыла. Но со стороны подъезда тоже видно, что там протекало. И очень сильно. Вопросы с дырявой кровлей женщина адресует управляющей компанией. По ее словам, на контент управляться вроде бы идут. Но тем не менее кардинально решать проблему не торопится. Жители пятиэтажки очень надеются, что на них обратят внимание и коммунальщики, и управленцы. И, наконец, исполнит свои обязанности. Дмитрий Павлов, Павел Баймаков, Олег Алочкин, СТВ. Тогда, тогда, тогда. 106 случаев заболевания коронавирусом. Из них 49 585 пациентов справились с болезнью. За прошедшие сутки жертвами ковида стали еще четверо наших земляков. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Так, общее количество жертв коронавируса в регионе достигло 1007 человек. Четыре месяца исполнилось первому в регионе инфекционному госпиталю, который развернули на базе поликлиники в Южном городе – Юг-2. За это время там вылечили тысячи пациентов. Госпиталь рассчитан на 210 коек. Из них порядка 100 оборудованы кислородной аппаратурой. Как сейчас там налажена работа, расскажем далее. Врач-инфекционист Кристина Кузьмина в ковидном госпитале Юг-2 работает с самого открытия. Говорит, поначалу было непросто даже надевать защитный костюм. Сегодня с этой задачей медики справляются четко и быстро. Отмечают трудности, возникали во многом от неизвестности. Сейчас значительно проще. Почему проще? Потому что меньшее количество пациентов. Это первое. И второе – то, что мы уже более-менее начали понимать, что мы лечим, кого мы лечим и как нам лечить. Есть определенные схемы лечения, которые сейчас стали нам уже понятны. Страшно не было. Было страшно что-то не знать. А так за свое здоровье – нет, не было страшно. Родственники переживали, особенно старшее поколение. То есть там бабушки отговаривали. Родители – нет, иди, настал твой звездный час. Это первый госпиталь для лечения больных с ковид-19, который перепрофилировали на базе поликлиники. На переоборудование медучреждения ушло всего две с половиной недели. Госпиталь рассчитан на 210 коек. Из них порядка ста обеспечены кислородной аппаратурой. Кроме того, оборудовано шесть коек реанимации. В ноябре месяце по поручению губернатора в очень жесткий ограниченный срок в течение двух недель была перепрофилирована единственная на настоящий момент поликлиника в Самарской области. Это в какой-то степени уникальный проект. В данный госпиталь Южного города коллектив собирался из числа профессорского преподавательского состава Самарского государственного медицинского университета. За что я очень признателен нашим учебным заведением, потому что ректора этих вузов пошли навстречу и направили своих сотрудников, лучших сотрудников. По словам медиков, ситуация постоянно меняется, но свободные места в медучреждении есть. В настоящий момент заполненность госпиталя составляет порядка 60%. Передача в суд уголовного дела любителя парфюма, розыска опасного преступника и ДТП в Красноярском районе, в результате которого погибли три человека. Подробнее об этом в обзоре происшествий. Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого погибли три человека. Авария произошла около 4 часов утра, 18 марта, на трассе М5 в Красноярском районе. Там столкнулись грузовик и легковушка. Все три человека, которые находились в легковом автомобиле, а это двое взрослых и ребенок, погибли. По факту ДТП проводится проверка. Полицейские просят оказать содействие в поимке опасного рецидивиста, 32-летнего Максима Николаева. По данным силовиков, на его счету несколько тяжких преступлений, среди которых четыре разбойных нападения на магазины в Советском, Кировском, промышленном и железнодорожном районах Самары. А также грабеж, совершенный в Куйбышевском районе областной столицы. Они были совершены с ноября 2020 по март этого года. Злоумышленник объявлен в федеральный розыск. Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции. В Самаре в суд передано уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, которого обвиняют в краже. Преступление было совершено в сентябре прошлого года. Как выяснили следователи из парфюмерного магазина, где работал обвиняемый, он похитил мужскую туалетную воду стоимостью 2500 рублей. В этот же день продал ее. После этого на работу мужчина не возвращался, на него и пало подозрение в краже. После версия подтвердилась. Момент преступления зафиксировала камера видеонаблюдения. В ближайшее время дело любителя парфюмера смотрят в суде. Около 50 тысяч школьников и учащихся среднеспециальных образований по итогам 2020 года смогли принять участие в различных обучающих семинарах, лекциях и даже онлайн-квизах. В период ограничения коллективы технопарка «Кванториум 63-й регион» и Центры цифрового образования детей «Айтикуб» разработали целый спектр сетевых образовательных ресурсов и освоили совершенно новые формы дополнительного образования в сфере инженерного творчества. Подробнее об этом расскажем далее. Сегодня занятия в «Кванториуме» проходят в привычном формате. Ребята не скрывают, что этому очень рады. Впрочем, признаются, в дистанционной форме обучения тоже есть свои плюсы. Заболело ли, стало плохо, можешь подключиться, взять наушники и сидеть, слушаться, что говорят. В период ограничительных мер коллективы технопарка «Кванториум 63-й регион» и Центры цифрового образования детей «Айтикуб» разработали целый спектр сетевых образовательных ресурсов и освоили совершенно новые формы дополнительного образования в сфере инженерного творчества. Это не только обучающие фильмы и ролики, но и различного рода сетевые игры, квизы, хакатоны. Они настолько понравились ребятам, что решено не отказываться от них в условиях традиционного очного формата обучения. Мы работаем по программе «Три к одному», то есть к нам приезжают дети, мы работаем с ними очно три академических часа и на следующей неделе они появляются дистанционно на один час. И так вот чередуются. Стараюсь сделать программу таким образом, чтобы все, что можно дать дистанционно, дать дистанционно, это теория, техника безопасности рассказать, как основы, как пилотировать, например, как собирать что-то. А здесь мы уже вот именно руками работаем. Сегодня присоединиться к занятиям, которые проводят педагоги Кванториума, могут жители со всего региона. И для этого не обязательно куда-то ехать. Если до этого форма дистанционного обучения была достаточно сухой, то как раз в условиях ограничения мы смогли создать уникальный комплекс мероприятий, способный раскрыть полностью творческий потенциал детей и все те инструменты, которые дает нам национальный проект образования. Это внедряется не только в Кванториуме, так же и в Центре Цифрового Образования IT-куб сейчас. В частности, их катоны по IT имеют очень широкий интерес среди детей, потому что они могут заниматься ими из дома. И наставники могут контролировать результаты онлайн, даже не выходя из своих кабинетов. Самарский областной центр технического творчества осуществляет методическое сопровождение мини-технопарков школ области, которые были созданы по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Общий охват мероприятия технической направленности по итогам 2020 года. Несмотря на пандемию, составил порядка 50 тысяч человек. Екатерина Алексеева, Дмитрий Лукин, СТВ У меня же на этом все. Далее прогноз погоды, интересные новости. Программу можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru Смотрите и читайте наши новости в группе ВКонтакте. На ваших экранах QR-код, сканируйте камеры приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова